Приветствую вас, Соня. Я так полагаю, что вас зовут Соня. Вы знаете, очень больно читать ваш текст. Такое, знаете, чувство сочувствия к вам, чувство большого сожаления возникает, когда я читал ваш текст. И понимаю, что вы действительно запутались, вам действительно тяжело, но в то же время я понимаю, что вы достаточно сильно, как мне кажется, привыкли обесценивать себя, свои чувства. Смотря на то, что вроде бы испытываете обиды, вроде бы не умеете прощать, но мне кажется, что все же свои чувства, все склонны обесценивать. На самом деле, это вытекает из того, что вы считаете, что есть универсальная формула. То есть вот эта вот сама идея, что существует универсальная формула для решения моих психологических проблем, вот, и для того, чтобы я отпустил именно свои обиды. Вообще предполагает некоторое обесценивание. То есть мои переживания, они типичны, что предполагает наличие какой-то формулы, нет, 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 нет никакой формулы. Начать, наверное, стоит сначала, что на протяжении всей вашей жизни, с детства, вам больно. И вы блокируете эту боль в себе. Ведь обиды, в первую очередь, это боль. Это неумение обращаться со своей болью, неумение обращаться с теми реакциями, которые происходят. Потому что обиды, это, ну, не самое лучшее, конечно, явление психологической жизни человека, и не самый лучший аспект взаимодействия между людьми, будем честны. Но это все же наша реальность, то есть, ну, наверное, невозможно прожить жизнь, не обижаясь на кого-либо, вот. Более того, обиды нужны, потому что через них человек получает возможность, как мне кажется, понять, что ему, ну, что ему нравится, что ему не нравится. Понять, куда он хочет двигаться в контакте с другим человеком, куда он не хочет двигаться в контакте с другим человеком, что для него приемлемо, что для него неприемлемо, что он хочет, что он не хочет. То есть, вообще-то говоря, обида – это реакция живого здорового человека, психологически я имею в виду. Но вы не используете вот эту вот энергию об обиде, потенциал от ничего для своего развития, именно в силу блокирования этой самой энергии, которая лежит в основе обида. Блокирование той боли, и, ну, я бы сказал, что вы избегаете боли вследствие переноса вот этой вот самой ответственности на другого человека. Схему такого поведения, скорее всего, вы посмотрели у своих родителей, но это не особо имеется значение здесь. Давайте представим себе такую ситуацию. Я отвечаю вам на ваш вопрос. Верите вы мне или нет, но я стараюсь, отвечая вам на вопрос. И те чувства, которые я испытываю, например, чувство боли, чувство сочувствия, когда я читаю ваш текст, они настоящие. Хотя вы можете с этим не соглашаться, но я это, правда, ощущал. Вот. Ваш вопрос я прочитал еще ночью, вот, по московскому времени, но ответить он смог только сейчас. И представьте себе, что я отвечаю на ваш вопрос. Вкладываю свои силы, вкладываю свою энергию в то, что бы вам ответить. И донести до вас свои мысли, да, свой посыл, некоторые. А вы, например, выбираете лучшим ответ другого человека. Или более того, ставите мне дизлайк. Будет ли мне обидно? Да, будет, конечно. Будет, конечно. Потому что есть естественная потребность в том, чтобы твой труд оценили. Есть естественная потребность в одобрении, в признании. И это нормально. Но дальше эту боль я начну реализовывать. Каким образом? В первую очередь, я сопоставлю то, что мне больно, с тем, что я хочу. То есть... Мог ли я ответить лучше, например? Если да, то... Что для этого нужно сделать? Вы же выбрали ответ другого человека, потому что я, по вашему мнению, ответил не лучшим образом. Значит, я мог бы ответить лучше. Значит, мне нужно ответить себе на вопрос. А могу ли я ответить лучше? Если не могу, но мне все равно больно, больно. Значит, под ударом оказалась моя самооценка. И мне нужно признать, что для вас я оказался не лучшим. И вот здесь начинается самое интересное. То, о чем говорили некоторые эксперты, и то, чего нет в вашем тексте, потому что в вашем тексте есть схема. И даже если предположить, что вы найдете такую формулу, по факту вы не будете развиваться, по факту вы не будете становиться другой, по факту вы не научитесь прощать, и вы не научитесь отпускать обиды. Потому что вы просто замените текущую свою картинку мира на какую-то другую. Но это фактически вас не изменит. Не сделает вас более живой, не сделает вас более, более, более естественной. Более самобытной. Понимаете, вот в этой боли всегда есть какое-то желание, есть что-то, чего я хочу. Вот в этой боли есть что-то, что я хочу. И помимо того, что мне больно, есть еще какая-то потребность, есть еще какая-то потенция, которую нужно заметить и реализовать. А боль необходимо прожить, проплакать, выразить. Но выразить не просто в пустоту, а выразить кому-то. И как бы что происходит на, условно говоря, психотерапии. Да? На психотерапии что происходит? На психотерапии происходит следующее. По крайней мере, на психотерапии, то есть, того, той школы, того направления, которое я, как бы, продвигаю. Мы стараемся сделать клиента более чувствительным. Мы стараемся научить клиента живому контакту и учить клиента проживать то, что он чувствует. Какими бы чувства, какими бы чувства не были. И вот, мы помогаем человеку заметить то, что с ним происходит. И сначала, ведь, например, вы не привыкли выражать и проживать свою боль. Вам это страшно, вам это непривычно. Для вас это, может быть, кажется чудовищным. Как-то так, я покажу слабый кому-то, да? Мне будет еще больнее. Так вот, понимаете, вы хотите избавиться от боли, которую ощущаете. Мы не помогаем избавляться от боли. Мы научаем с ней обращаться. Мы научаем с ней взаимодействовать. Вот. И когда и если человек научается обращаться со своей болью, когда он научается боль выражать, когда он научается плакать, когда он научается замечать то, что происходит с ним помимо боли, да? Тогда начинается прогресс, прогресс. Начинается, собственно, изменение. И у каждого человека это происходит по-разному. У каждого человека это происходит по-своему. У каждого человека это происходит, ну, как-то по-особенному. Потому что это очень такой, сакральный, я бы сказал, процесс, который нельзя описать, нельзя как-то выразить, условно говоря, в какой-то формуле, да? Это искусство, это волшебство. Потому что у каждого человека это происходит само самобытное. И обиды не проходят. Просто они перестают задерживаться в человеке. Они получают свой выход. Безусловно, в процессе терапии человек получает видение того, как можно, в принципе, более конструктивно обращаться с тем, что происходит. Безусловно, человек учится замечать те вещи, которые он себе не замечал раньше, вот. Ну и, например, я уже, в принципе, сказал, что обиды это следствие, это результат переноса ответственности. То есть, когда я обижаюсь, я делаю человека виноватым в том, что происходит со мной. То есть, виноват, по сути, другой человек, не я, не я. Вот. И именно он, другой человек, должен сделать что-то, да? Сделать должен что-то. Вот. Чтобы мнение было, ну, чтобы мнение было обидно, чтобы мнение было больно. Вот. А я делать ничего для этого не буду. Понимаете? Вот. Еще одним важным моментом является то, что у вас, так же, как у меня, просто, ну, в нескольких вот таких разных аспектах присутствует картинка себя. Вот. Вот. У меня есть картинка-картинка. Другой человек, когда обижает в том числе нас, он эту картинку разрушает. Наши представления о самих себе разрушают. И мы пытаемся удержать эту картинку. Когда мы обижаемся, мы говорим, что, ну, например, мы говорим, что с нами, там, допустим, поступили, ну, к примеру, несправедливо. Ну, вот. Например, мы говорим так. Сами поступили несправедливо. Когда мы говорим, то ты говорим. Таким образом, мы сохраняем нашу картину мира. Мы сохраняем это. Но, мне кажется, мне кажется, что, как бы, как бы, неприятный момент этой позиции заключается в том, что эта картинка есть только у нас в голове. Эта картинка есть у нас только в нашем сознании. И всё. На самом деле, частые обиды свидетельствуют о том, что человек живёт в определённой иллюзии относительно того, какой он и какие другие люди. И взаимодействует человек не с реальными людьми, а с образами. Вот. Образами как себя, так и других людей. Людей. Из-за этого не получается выстраивать сколько-нибудь адекватный, хороший контакт. Вот. С, ну, с людьми. С людьми. Вот. И здесь тоже нужно, как мне кажется, смотреть в сторону. Ну, наверное, большей честности, что ли. Вот. По отношению к себе. По отношению к, ну, к другому человеку. Вот. Чтобы иметь возможность быть живым, быть собой в контакте и позволять быть живым и быть собой в контакте с другому человеку. Вот. А не так, как это, условно говоря, происходит, ну, вот, там, сейчас, на данный момент, допустим, с вами, например. Вот. Вот так. И, конечно, все это сопровождается неловкостью, все это сопровождается большим, ну, достаточно большим количеством неловкости. Достаточно большим количеством сопротивления, достаточно большим количеством негатива, достаточно большим количеством страха, вот. Одиночество. И это все нормальные реакции. Именно поэтому одному человеку справиться с этим невозможно. Потому что слишком сильны такие вот, ну, привычные модели реагирования на мир, привычные модели взаимодействия с миром и так далее. Слишком это привычно для человека. И самостоятельно сделать подобное, провернуть подобное невозможно. Поэтому я очень сожалею, что у вас нет денег на благоценную консультацию, вот. Я очень сожалею об этом. Правда. Но вам нужна не консультация. Вам нужна психопсихотерапия. То есть вам необходимо учиться обращаться со своими чувствами, со своими эмоциями, учиться взаимодействовать с ними, а не избегать их. Как, ну, как это вы делаете на данный момент, как вы это делаете сейчас. Сейчас вы, ну, в буквальном смысле этого слова, избегаете по их чувств, не живёте. Я понимаю, вам это тяжело, вам это больно, больно, и та боль, которая скопилась, а её боли, это, я уверен, много. Вот. Вам нужно её прожить. Ну, вам нужно её проплакать не впустую, а кому-то. Идеально, идеально для этого подходит психопсихотерапия, потому что если вы, ну, вот, на протяжении своей жизни не имеете таких людей, то в текущем своём состоянии вряд ли вы их найдёте. Но научившись выстраивать компакт на несколько других, на несколько другом уровне, вот, я думаю, что вполне имеете все шансы на то, что вот такие люди в вашей жизни способны появиться. Вот. То есть появятся люди, которые, да, будут вас обещать, потому что мы все люди, потому что мы все имеем чувства, мы все имеем порывы, но не оставаться, которые будут позволять вам не оставаться, ну, условно говоря, один на один со своими эмоциями, да. Со своими, значит, эм, переживаниями, со своими ээээ, чувствами, вот, эээ, своей болью, ээээ, в которой вот сейчас, ну, на данный момент вы, ээээ, как мне кажется, ээээ, тоже именно один на один. И это вызывает к вам большое, большое, большое чувство, ну, сочувствие, чувство, как бы, сострадания вам, вот, и желание вам помочь. Если у вас нет, как вы говорите, возможности для полноценной консультации, то имеет смысл обратиться либо в, значит, психологический центр, вот, либо на грубовую терапию, она, как правило, дешевле, чем индивидуальная, вот. Но только не тренинг, а именно, именно, групповая терапия, групповая терапия, вот. Вот так вот. А вообще, по-хорошему, вот, если вы действительно хотите избавиться от, как бы, даже не избавиться, а если вы действительно хотите измениться, да, и обратить внимание, что там, ну, вот, на что-то другое, помимо обид, то вам нужно, во-первых, ну, наверное, подумать о том, чтобы инвестировать в психотерапию несколько лет. Потому что это процесс небыстрый. Вот. Это первое. Второе. Я бы указал вам на то, что вы, на мой взгляд, ну, наверное, живете не очень интересной жизнью. То есть, вам интереснее обиды, чем, например, ваше развитие, чем ваши, например, ну, не знаю, ценности, чем ваши, например, задачи, цели. То есть, вам важнее, интереснее обиды, чем получение удовольствия от жизни. Понимаете? То есть, это, как бы, ярко. Обиды ярко, все остальное нет. И мне кажется, что это также может быть связано с тем, что вы не замечаете, вот, ну, того, что, например, с вами происходит, с вами происходит, вы не замечаете. То есть, вот, такую, такую сильную реакцию, как обиды, вы замечаете, а что-то послабее уже нет. Что-то послабее уже не замечаю, не замечаю, не замечаю. И вот, мне кажется, что наша задача, задача психологов, задача психотерапевтов, как раз в том и заключается, чтобы помочь вам научить замечать что-то еще, помимо обид, потому что, когда вы замечаете, например, только обиды, я обиды, это одно из самых сильных, ну, таких феноменов, да, в вашей психологической жизни, то волей-неволей ни на все другое не остается, там, ресурсов, ни на все другое, там, не остается сил и прочее, прочее, прочее. Это действительно очень тяжело, это действительно очень, ну, очень трудно, очень страшно, и я бы сказал, это действительно очень одиноко. Вот, но если вы увидите, что не одними обидами един мир, вот, извините за такой вот, ну, может быть, может быть, такой пафосный, да, вот, если вы увидите это, то вполне вероятно, что вам просто обжаться будет некогда. На этом все, я надеюсь, что мой ответ вам помог, я надеюсь, что это было полезно, вот, я надеюсь на обратную смесь, которая может послужить началом работы над собой. Всего-всего вам самого доброго и удачи!